Когда идешь по этому лесу, кажутся не ветки, кости хрустят под ногами. На пару километров вокруг, говорит проводник, кладбище. Под этими соснами в 40-х годах прошлого века покой, наконец, обрели названные враги народа и бойцы трудармии. Власти могильник не обозначили. Зарыли, забыли. А недавно еще и перепахали. Когда делали пожарную опашку, и опахали прямо по могилам. Тогда маленький город в Галушино-Урале, в Советской России, крупный остров архипелага ГУЛАГ. Здесь работали аж два лагерных управления. В войну везли не только политзаключенных. На местных заводах формировали трудовую армию из неблагонадежных элементов и депортированных народов. В лагерях люди умирали тысячами от голода и холода. Тела зарывали за городом в ямах. Их учет никто не вел, говорит наш проводник, в этот мир мертвых. Александр Ботиков вместе с товарищем ищет такие кладбища и ставит на них самодельные кресты. Вот такие, чтобы почтить память. Единственная именная могила на этом кладбище принадлежит двум братьям Буковским, Леониду и Александру. Они когда-то работали в Орле учителями. Их осудили по 58-й статье, как врагов народа, по анонимному доносу. Это место родственники выбрали совершенно случайно. Говорят, суда к этому холму их как-то особенно тянуло. Ботиков больше 10 лет провел в архивах. И среди могилы помог сотням семей со всего мира найти в их истории тавдинский след ГУЛАГа. Заняться поиском ему, кажется, сам Бог велел. Его отец чекист, НКВДшник, возглавлял здесь одну из колоний ГУЛАГа. По рассказам отца Александр и нашел многие захоронения. Как, например, эта братскую могилу трудармейцев из Азии на местном кладбище на 577 человек. На заводе не работали. На заводе. Но он не... Представляете, его с дикого аула привезли, с дикого аула, с кишлака привезли. И он, кроме этой мотыги, ничего не знал. А его привезли на лесокомбинат и заставляют на станке работать. Или что-нибудь там сушили там доски. Он их не видал никогда в жизни. Он не приспособил. В Союзе о трудармии не говорили вообще. Данные о людях, которых насильно свозили на работы, до сих пор засекречены. Таблички и указатели на этом месте Ботиков с другом сделали на свои деньги. Ботиков вообще кажется своим поиском в архивах посигнул на святое. Он переписал официальную книгу воинской памяти. Вот она лежит в местном музее. Книгу российские власти делали в спешке к очередному юбилею Победы. Ботиков же исправил сотни историй жизни и смерти тех, кто официально для страны числились пропавшими без вести на полях сражений. И это только один из пары десятков томов. Вот, смотри, пропал без вести, потом погиб, а вообще-то он живой. Единственная материальная награда, которую Александр Ботиков получил за эти годы, медаль от Министерства обороны за поиски солдат. Да в музее открыли комнату памяти по мотивам его поисков. Ну и еще вот, Тавдинский памятник жертвам репрессий. Нынче поставили. Аккурат перед местным управлением лагерей. Денег на него дала семья врага народа, чью историю раскопал отчаянный поисковик. Екатерина Пономарева. Для настоящего времени.